Это наши операционные автоматические двери, все такое красивое, чистое. Акушер с 53-летним стажем Александра Ясинская даже немного теряется в длинных коридорах нового перинатального центра. Автоматика и современнейшее оборудование здесь на каждом шагу. Врач-ветеран вспоминает, в каких условиях она начинала работать. Теперь медики осваиваются на новом месте. Для всех операций, и для акушерских, и для гинекологических, все здесь приспособлено. У нас иногда получается 20 человек родит, из них 5 или 6 приходится оперировать. На открытие перинатального центра в Сочи приехал губернатор Краснодарского края. В Олимпийской столице уже готовы принимать первых пациентов. Всех хочу поздравить с этим событием, знаменательным событием, не только для города Сочи, для всего края. С открытием перинатального центра в городе Сочи. Ведь это очень важно для тех людей, которые хотят познать счастье материнства. И вот такой перинатальный центр, поверьте, явно этому поможет. Благодаря президентской программе, президентскому поручению, у нас в крае он уже шестой подобный перинатальный центр. И поверьте, все те, которые уже работают, работают на отлично. Семь этажей. Каждый из них отведен под конкретное направление. Тут и родовые с операционными, отделение патологии беременности, блок интенсивной терапии и экспресс-лаборатории. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Именно здесь выхаживают недоношенных детей. Современное оборудование позволяет сохранить жизнь малышам с экстремально низкой массой тела, даже крохом весом в 500 граммов. Эти капсулы полностью имитируют естественную среду развития в утробе матери. Пульс, давление, температура, показания с каждого кювеза выводятся на компьютер, чтобы оперативно отслеживать информацию о каждом пациенте. Инкубатор, да, создает определенную влажность, требуемую физиологически, да, температуру, которая, опять же, требуется новорожденному в его периоде. И необходимая система подачи кислорода обеспечения. Этот перинатальный центр ждали женщины не только в Сочи, но и всего Туапсинского района. Построенная клиника в год может обслужить порядка 9 тысяч пациенток. Тут помогут и в случаях, когда завести ребенка никак не получается. В центре есть свое отделение репродуктивных технологий. В Сочи это единственное место, где бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования можно будет пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Здесь же врачи будут вести всю беременность и продолжат наблюдать маленьких пациентов после родов. Мы сегодня говорим, что здесь будет рождаться счастье. Безусловно, здесь будет рождаться счастье. А самое главное, здесь будет рождаться будущее и Сочи, и края, а может быть, конечно, и гордость всей страны здесь тоже может родиться. Вот условия. Наша задача создать условия. Сегодня условия мы создаем. Отдельное внимание, конечно, оборудованию. Оно здесь по последнему слову техники. Например, в операционных установлена специальная система фильтрации воздуха, которая создает особый микроклимат. Но, несмотря на то, какое установлено оснащение, важно и кто за ним будет работать. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая явно здесь присутствует в этом здании, в современнейшем перинатальном центре, она ничто без профессиональных рук врачей. Вот они неотъемлемая часть высокотехнологичной медицины. Поэтому сейчас стратегическая задача, уже явно медперсонал подобран, но чтобы они все время повышали свою подготовку, свой уровень. Все время что-то открывается, создается, новые препараты, новая аппаратура, новые технологии. Вот врач, в целом, и по краю те, которые особенно будут работать в перинатальных центрах, и уже работают, и в этом. Они даже не отстать от этого прогресса, который сегодня стремительно, очень стремительно развивается в медицине. Было привлечено много и анестезиологов, и реаниматологов с разных регионов. Мы и те привезли свое что-то новационное, обучали наши своих. То есть здесь и есть микс, который такой рабочий. Сочинский перинатальный центр можно назвать одним из самых современных в стране. Здесь способны делать сложнейшие операции как мамам, так и появившимся на свет детям. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это будет огромная возможность, которая все-таки, уверен, в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. После экскурсии по центру Вениамин Кондратьев встретился с врачами, которые будут здесь работать. Это своеобразный сплав из очень опытных медиков и молодых технологичных специалистов. Профессиональный подход и современное оборудование однозначно внесут вклад в улучшение демографической ситуации, заметил глава региона. Но, пожалуй, самая главная оценка новому перинатальному комплексу – то, что рожать здесь мечтает каждая будущая мама в Сочи. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Сочи.